Шаббат шалом. Я ему доверяю. И уверена, что Бог говорит через людей. Когда моя сестра послушала Иоанна, 14 главу, которую я читала, она мне посоветовала почитать 16 главу Иоанна. Я не готовилась, решила сделать это экспромт. Решила экспромтом почитать 16 главу Иоанна. Четыре Евангелия есть. Одно из них. Последний. Четвертый. Иоанна. Оно самое считается духовное. Я, конечно, расстроена немножко. Пять раз послушала свое Божье слово. О втором воскрешении мертвых. Опять у меня начало было изуродованное, как в последнем слове. Вот почему-то уродуется начало. Я не знаю. Я не разбираюсь, что происходит. Но искажаются мои слова и поверкаются. Приходится как-то обрезать это видео. Все получается не так, как хочется. Ну, я так думаю, что в связи с тем, что я была за Юлей уже сколько лет, и мы враги, получается, власти. Ну, сколько мне рассказывают. Я вижу друзей в Финсбуке блокируются за то, что не поддерживают Юлию Тимошенко. Но это продолжается, в принципе. Телефоны прослушиваются. Вот женщина в больнице лежит, а я с ней общаюсь. Ну, я знаю, что такое прослушка. Мне когда-то объяснили. Вот человек лежит в больнице и сделали операцию. Онко. И надо слушать наши разговоры. Зачем? Что она пойдет на акцию протеста с онко в больнице. И причем это уже был третий звонок. Или они будут следить, куда я деньги перевожу. И что я деньги перевела. Тысячу гривен. Бандиты какие-то у власти. Да ну, я не удивляюсь ничему, конечно. Вот. Ну, и не боюсь ничего. Потому что Бог меня любит. Да, Бог меня любит. Да. Ну, по Магога и Гога это отдельное будет моё, видно, слово. Потому что открылось. Мне так Бог повел и сказал пять раз послушать. Я послушала пять раз. На пятый раз в конце мне было понятно, что такое Гога и Магога. Это всё то, объединяет ту тему, которую я уже почти три месяца говорю. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Это 14 глава. Начала читать 14. Ошиблась. Извините. 16 глава. По совету моей сестрички. Она впечатлена этим словом. Поэтому я читаю 16 главу. Живое слово Божье, я вижу, не вызывает уважения у людей. Меньше всего просмотра набирает, если человек цитирует Библию. Меньше всего просмотра. Ну, вот когда я поставила заставочку картины красивой Сандры Боттичелли, то и распространяла в фейсбуке, причем в месседже, то еще более-менее набрали просмотры. Я за просмотрами не бегаю. Я просто хочу, чтобы сердца человеческие открывались и познавали Творца. Познавали того, кого Бог прислал на эту землю. Чтобы учить людей жить в святости, в чистоте. Правда. Чтобы мы не мешали друг другу. Чтобы мы помогали друг другу. Чтобы мы были единым телом. И церковь это не храм. Церковь это не те сооружения и не те, кто возглавляет церковь. Потому что я разочаровываюсь с каждым разом все больше и больше. И по Библии написано, что фарисеи возглавляют церкви. Не фарисеи, а идолопоклонники зачастую, которые не Богу поклоняются. Я вообще послушала пророчества православных о конце света. Так я вообще не понимаю, они верят в Бога или они вообще в Него не верят. Потому что они отрицают тысячелетнее царство Иисуса Христа. Это неправильно. Это не может быть. Уже оно наступило. И в чем оно выражается? Это царство. Потому что они зарабатывают на своих этих чудесах. Какие там у них чудеса? У них таинство. Понимаете? У них семь таинств. Вот они семь таинств. Они доход организовали с этих семи таинств. Заканчивается же таинство. Все уже. Уже приход ваш заканчивается. Все. Таинств не будет. Уже вирус заберет все. Ваши доходы все заберет. На свечные заводики уже вряд ли придется рассчитывать. Потому что. Ну потому что вот вирус уже все. Бездетные будут люди. Ну поделают все под прикрытием. Не знаю, как это назвать. Все заберет вирус. Всю жизнь. И рождение детей заберет. Уже крысить детей не будете. Уже один доход ушел. Жениться тоже люди не будут. Детей не будет. Жениться не будет. Другой доход ушел. Что еще хотите? Причастие. От грешника причастие принимать. Извините, это еще на свою голову проблем наживать. Грешника каяться. Исповедоваться. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Сестра мне хорошо посоветовала. Меня как раз гоняли из церкви. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему. И уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит меня. Потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет отец, есть мое. Потому сказал я, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня. И опять вскоре увидите меня. Ибо я иду к отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому. Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня. И опять вскоре увидите меня. И я иду к отцу. И так они говорили. И так они говорили. Что это он говорит? Вскоре не знаю, что говорит. Иисус, что хотят спросить его. Сказал им. О том ли спрашиваете вы один другого? Что я сказал. Вскоре не увидите меня. И опять вскоре увидите меня. Истинно. Истинно говорю вам. Вы восплачете и возрыдаете. А мир возрадуется. Вы печальны будете. Вы печальны будете. Но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше. И радости ваши никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно. Истинно говорю вам. О чем не попросите отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Да сели я говорил вам причин. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам причин. Но прямо возвещу вам об отце. В тот день будете просить во имя мое. И не говорю вам, что я буду просить отца о вас. Ибо сам отец любит вас. Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я ишел от Бога. Я ишел от отца. И пришел в мир. И опять оставляю мир. И иду к отцу. Ученики его сказали ему. Вот теперь ты прямо говоришь. И причине говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все. И не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога ишел. Иисус отвечал им. Теперь веруйте. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону. И меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Я победил мир. Что значит у Бога победить мир? Почему мир? Потому что люди смеются над верующим. Потому что у людей вызывает в лучшем случае улыбка. Жизнь святых. Потому что человек в любом обществе верующий считается белой вороной. Мало того, человек не хочет огорчить Бога и терпит издевательств, хамств и грубости. Когда он обличает о грехе, а в основном кощунников, наживает себе врагу. И ему делает подлости. Делает... Подставляет его. И человек уже не может оправдаться. И когда я почти смотрела первый раз фильм Сократ, мне очень впечатлила его последняя речь перед тем, как он принял смерть. Ну, это, конечно, художественный фильм. Возможно, это речь была... Но я думаю, что она была записана, что это все-таки сохранилась какая-то, как сказать, основа его выступления. Но я пережила то, что вот где-то меня касаются эти вещи. То, о чем говорил Сократ. Это глубокая мудрость, конечно. Сократ это, наверное, самый знаменитый мудрец древности, я так считаю. Граждане Афин, то, что вы слышите сейчас, вы слышите не впервой. На улице, в домах, на площадях вам прожужжали уши клеветой на меня. И так всю жизнь на меня возводили напраслину. Я никак не мог на неё ответить. Сегодня мой день. Это он говорит о последнем дне, он знал, что его убьют. Я ждал его с лёгким сердцем, как атлет ждёт состязание, Которому готовил себя всю жизнь. Молва и клевета безымянны. Их сочинители недосягаемы. Их нельзя вызвать в суд. Нельзя опровергнуть. Предать делу гласность. Вывести его на солнечный свет. Привечь к нему каждого афинского гражданина. Да ни о чём больше я не мечтал. Я буду защищаться. Я буду защищаться не ради себя, а ради вас. Чтобы вы, призванные судить меня на смерть, Навсегда не лишились разума, посланного вам богами. По-моему, Бог прислал меня в Афины, Чтобы я носился целыми днями по городу, Жалил вас, как овод, кусал, упрекал постоянно. Может быть, вы, проснувшись ото сна, Прихлопните меня, с лёгкостью убьёте. Тогда всю оставшуюся жизнь вы проведёте в спячке, Если Бог не смиловестится И не пошлёт вам какого-нибудь другого Сократа. Больше половины лиц, смотрящих сейчас на меня, Это лица людей, думающих, пусть не будет Сократа. Он оказался правым. Ну, не очень большая половина. Ну да, чуть-чуть больше половины проголосовало за то, Чтобы его убить. Наверное, я жил слишком долго И успел всем надоесть. Что ж, это ваше право. Но и там, в царстве теней, Откровение вечности, царство теней, аминь. Я буду задавать вопросы. Я буду тревожить вашу совесть. Там меня за это, возможно, не привлекут к суду. Конечно, нет. Этот человек пророк. Он жил, конечно, до Христа. Он уже верил в единого Бога, Потому что тем он посланный вами богами. А сам сказал, по-моему, Бог. Творец открылся Сократу. Я не знаю, слышал ли он в Израиле, Но он уже верил в единого Бога. Он сказал, Бог прислал меня во Филиппе. Я думаю, что вот таким образом Господь открывает, зачем нужен был Иисус. Пророки ходили, кричали, боялись по городам. И говорили, как Сократ ходил и жалил. Прекратите грех. Прекратите разрад. Прекратите насилие. Прекратите убивать, что вы творите людям. Прекратите эту несправедливость. Иисус дан Бога, чтобы прекратилась несправедливость. А если в церквях несправедливость во главе, Ждите судов. Вот до 25-го года. Смотрите, чтобы не горели. Я обращаюсь к священникам, которые называют себя представителями Бога на земле. Которые возглавили церкви. Бог судит нечестивых. Церковь это не заработок. Церковь это не доход. Прекратите. Вам нравится богатство? Да идите зарабатывайте. Да не надо церковь пожизненно... Ну, я не знаю, я сейчас два вечности говорю на земле, в принципе. Не будет такого. Кто такие пресвятера? Пресвятера должны ходить по квартирам и молиться за больных. И таким образом была бы уже справедливость давно, если бы так было. Написано же в Библии. Пресвятера... Наоборот. К больным обращаются... И он помолится за вас. И молитва веры исцелит болящего. Молитва... Где это происходило? Я вообще не слышала такого. Я один раз попробовала позвонить пресвитеру церкви, которого уже нет в живых. Попросила, придите, помолитесь за меня. Я заболела. Никто не пришел. Нет, они же хотят доход. Они хотят как в мире, чтобы к ним приходили, чтобы им отдавали десятину. А зачем ходить по квартирам? Такие, как моя сестра, ходят, работают в школе, имеют дополнительные уроки, чтобы хоть как-то на эту зарплату прожить, выжить и работать в школе. Ходят по больницам молятся. А эти все в церкви ждут, когда к ним придут и десятину отдадут. Понимаете? Вот такие возглавляют наши церкви все. И поборы устроили, понимаешь? Вместо того, чтобы ходить за больных молиться, они за покойников ходят молиться, понимаешь? Они детей крестят, когда дети еще здоровые, за них молятся. Их не надо, понимаете? Надо молиться за больных. И вместе с тем узнавать, как кто живет. Приблизительно знать, какие у кого доходы, кто как живет. Вот таким образом Бог устроил Вселенную. А что сейчас происходит? Беззаконие. Нарывается на грубости. Так вот такой Сократ, пророк уже когда ходил, по Афинам ходил, говорил о грехах. Сколько пророков Бог посылал? Сколько только... Милых пророков двенадцать, больших там пять или сколько? Исаия, Иезекииль, Иеремия и Даниил. Так? Большие пророки. Четыре пророка больших, и огромные у них книги написаны, и малых пророков двенадцать. Вот таких пророков Бог посылал. А до этого еще были пророки. Бесполезно. Бесполезно отвечать. Дал Иисуса по милости сотворить им. Милость. Какая милость? Распинает во себе Христа и молится крови, слышишь, как будто... Пролита уже кровь. Была пролита кровь уже. Две тысячи лет назад. Вы хотите, чтобы он еще проливал? Не может Бог проливать уже кровь, понимаете? Хватит уже. Если вы стали верующими, все. Не грешите. Если я возглавляю церковь, то ты вообще должен прекратить грех. Вообще полностью. Где ваши молитвы? Я уже рассказывала священнику, у меня есть такое слово. Священник. Что священник делает? Он смеется на тех, кто жертвует, ночью встает и молится. Понимаете? Меня Бог так вел молитвы, что я ему сказала, Господи, я не могу больше молиться, мне нету сил. Боже, я не могу. Пусть они сами молятся. Это уже было давно. У меня сил не было. Он так вел меня молитвы. Почему? Потому что беззаконник. Потому что страшно, что творится. Вы видите, о чем кричал Сократ? Его убили за правду. Вот таких вот людей, которые говорят правду, их ненавидят. Меня возненавидели на работе, только потому что я говорю, ты чего ругаешься ты? Что ты грубо разговариваешь? Как ты позволяешь себе говорить? Да он мне начал мстить. Подлости мне начал творить. Потому что ему надо делать карьеру. А как же так? Кто-то ж учит его жизни. И он так и встал, да. Он взял карьеру. Такая правда. Такая истина. ненавидит. Ненавидит. Ненавидит свет. И что Богу делать? Что Богу делать? До свидания.